В общем так, пришла в лес, пошла-пошла, короче, грибов ничего не нашла. Вот взяла пакетик с коробочками. Думаю, если найду, положу, не хотела большую сумку тащить. В общем это, тут дороги для лошадей, все грязно, пройти невозможно. Руина дома какого-то нашла, там еще сарайчик, а там вдалеке стадо. Еще у меня комары жрут, а я забыла помазаться спреем этим, лапшикаться от комаров. Вот там коровки, еще девочка проехала на лошади туда. Я не стала ее снимать. Она мне уже не стала вопроса задавать, потому что мы с ней уже поговорили. И она меня на другой дороге спросила, вы знаете, где комар, собака, где мы находимся? Я говорю, там Леотурда Зарьвань, там Лентии вроде как. Я была один раз здесь и посмотрела в гугл-карты в ту сторону Лентии. Ну она понимала, что в общем я особо не, больше ничего не знаю. И уже она успела туда проехать и вернуться. Видимо, эта школа Верховая Сдани в этой стороне находится. Она, наверное, ищет эту школу. Слушайте, а как мне пройти? Ну ладно, пойду. Черт, так грязно. Да, малышницы тут можно проехать, но они как раз тут эту грызюку и развели. Ну, я посмотрела, что-то грибов не видно. Вернее, видны только под дубовики. Под дубовики, которые, я так думаю, что под дубовики. В моей книжке этих грибов чуть не оказалось. С аптеками вообще оказалось плохо. Я вот больше с тех пор не пошла. Но на следующий день, когда я нашла грибы, я пошла в аптеку. В одну, недалеко от меня. Они меня отправили в другие. Там мы в аптеку, где Ашан. Ой, черт, если я упаду в эту лужу. Вот. А я, главное, еще штаны поменял. Я в этих штанах и приехала. Ой, мало того, что это. В общем, все. Нельзя падать. А, и мне дядечка в той аптеке, которая около нас, он мне сказал, в общем, поезжайте в РДИ. И там работает Оливье. Его зовут Оливье. В общем, он изучал микологию. Я мужу говорю, давай, поехали. Он остался в машине сидеть. Говорит, сама со своими грибами разбирайся. Он не поддержит мою идею совсем. Грибы он сразу сказал, есть не будет, что я найду. Или нашла. Нам хватило. Когда мы лисички купили в супермаркете, в перекрестке. Но я-то большую часть съела. Я больше страдала. Но он тоже немножко съел. Страдал сильно. Слушайте, а это каштан. Он там вырос. Видите? А, ну да, правильно. Потому что это каштан. А вообще тут дубов больше в основном. Вот это все дубы. И он с тех пор. Только шампиньоны мы парижские. Вот эти. Ну, они так называются. Шампиньон де Парий. Беленькие шампиньончики. Их покупаем вообще. И то он их долгое время говорит, что я не люблю. Потом, когда я стала делать в этом духовке. И так они немножечко так подгрелились. Поджарились. И ему нравится. Ну, на самом деле, я один раз даже... Я хотела себе все это наложить. Я ошибусь с тарелкой. Дала ему. А потом я поняла, что я же это... Ему не ту тарелку дала. Черт, а он уже... Он начал с этих грибов. Он все сожрал. Он вообще ест только сначала одна. Потом другое все одинаковое. Потом третье. Ну, я ему разными кучками кладу. А смешивать категорически нельзя. Вот. Поэтому никак мы. Мы едим все вместе. Это, это, это. И салат еще одновременно. Они никогда... Ну, так его воспитали. Его уж не переделаешь. Ну, в общем, фиг с ним. Факция, что с грибами я поперлась сама. Сначала отстояла очередь к одному. Он сказал, что вообще не разбирается в грибах. А у них был специалист, он уже не работает. А я говорю, а мне сказали, оливье у вас разбирается. Он говорит, оливье вон он. В общем, к нему отстояла. Он, оказывается, просто изучал это дело. Он уже давно это дело не повторял, так сказать. И вообще он не практиковал. И не любитель оказался собирать грибы. Я-то думала, он настоящий любитель. А это он просто изучал. Это сто лет назад. Мы много чего изучали. Вот какой бау там. Вот. И все. И ничего. Он мне дал телефон ассоциации Карла Линейя. Сказать отделение микологии. Ну, не знаю, туда идти. Ну, я ушел и обратно идти. Ладно, пойду, посмотрю. Я туда не позвонила. Я нашла до этого адреса в гугле. В общем, я так пока и не позвонила. Вот. Может быть, правда, мне стоит вступить в какую-нибудь ассоциацию любителей грибов, если они такие еще остались живых. Чтобы экскурсии с ними пройти какие-то. Чтобы мне показали, что вот эти, да, мы едим. Этот вот. А то в Ютубе-то я вижу. Но они все находятся в нескольких сотен метрах на высоте моря. То есть в горах эти леса. А у нас только 300 метров на высоте моря. То есть это маловато. Надо, чтобы 900 хотел было. Как мне муж объяснил. Чтобы можно было найти для этого. Даже после дачи грибы. Ой, там какая-то грязюка еще страшней. Тут, я так понимаю, недалеко конный клуб. Поэтому все так огорожено. И все обгазано лошадьми. И поэтому, да. Там пастбище коровьям. Оставшихся в живых фермерах. Которые еще не продали. Тут они вообще продают. Это же близко к Леону очень. И земля очень дорога стоит. И начинают застраивать уже дальше. Ладно, пока на этом все. Устала рука. Вот я по этой, значит, прусики грязные прошла. Вышла на ферму, как и предполагалось. А вот у них эти лошади там, и коровы. Всякое-всякое. Ну, в общем, это частная собственность. Я так понимаю, ходить тут не особо. Добро пожаловать. Вот так вот. Не знаю, наверное, это лентеи, мне кажется так. Я еще не смотрела в гугле. Вот эти загоны для лошадей. Ну, может, эта девочка как раз сюда и вышла правильно. Может, это дардинии. Не знаю. Красота. Да, в общем, жарко. Мне нравится. Да, вон там лошадь стоит. Псаголь. Трактор. А, я поняла. Да-да-да-да-да. Это дардинии. Это дардинии. Достаточно далеко. А может и нет. Нет, я могу ошибиться. Ну, в общем, не пойду я. Туда пойду обратно. Ой. Да. Пойду обратно, пока меня никто не увидел. Придется объясняться. Сейчас пойду погрязуть. Опять. Ну, вообще, меня на акватиюр электрик. Клятюр. Это все забор электрический. Тут нельзя подходить. Только мы с шабанем. Ну, чтобы лошади не убежали. В общем, шуб. Может, это засчитать тех, как вот, кабанов. Не знаю. Сейчас посмотрю по гуглу и попроси опять по этой загрязуть. Фу. Вообще, мне поливать надо идти домой. А, вон там электрический светит. Там уже гора какая. Вот там вот нам есть грибы вон в том лесу. Как туда пройти, так. Фу. Ну, может, однажды схожу. Когда-нибудь так жарко. И мне нужно будет идти поливать. В эти выходные опять нам грозу обещают. Сейчас крыта. В субботу и воскресенье, кажется. Нет, в воскресенье, по-моему, нормально будет. В субботу будет гроза. А потом еще будет, по-моему, в понедельник и во вторник. Ну, что-то такое. В общем, прогулка была приятная, но с комарами и с грязюкой. Вот сейчас я решила набрать себе звероболе в чистом месте. Тут, конечно, высоковольтка, но она не прям над ним. Вот то, что на даче у нас похоже. Подлобни очень похоже. Это место между лесами. Вот там, значит, у нас ферма, да. Там они, кстати, я посмотрела в гугле. Там они яйца биологически продают. Ну, у них там и животные все. В общем, ферма с огромной территорией. И лес, наверное, это им принадлежит даже. Часть, по крайней мере, леса. Там, где все огорожено. Для проход лошадей. Там было написано, кстати, охота запрещена. Это очень порадовало. На специальном сайте надо. Оформлять собственникам лесов, да. И что они не согласны. Что на их территории будет охота. Вот. Ну, у них потому, что животные. Вот, как бы, испугаются. И все остальное. Ну, и вообще, я бы тоже бы написала. В общем, не все так просто. Если ты не заявишь в специальную организацию ассоциации охотников, то они будут охотиться. Ладно. Все. Разглагольствовать. Болтологию заканчиваем. Надо дела делать. Вот, какая простота. Красота просторная, я хотела сказать. Вот речечка. Журчит. Чистая-чистая. Речная. Ручей лесной такой красивый. Вот иметь бы такой ручей на своем участке, да. Ладно, в следующий раз я пойду вот туда направо. Сейчас я шла налево, а сейчас потом в следующий раз пойду направо. Посмотрю, что вообще. Вот. Ну, достаточно сухо. Как ни странно. Так быстро все высохло. Вообще. Я и по буреломам не шлялась, конечно. А что я шла? По дороге, в самом деле. Ну, под двойки, да, я видела опять. Не хотела брать. О, мухомор. Ну, это мухомор. Это у них, по-моему, называется... Есть съедобные мухоморы. Ну, это, по-моему, нет. Мухомор пантеровый. Это, по-моему, плохой. А есть у них другой. Я забыла, какой мухомор. Он у них съедобный. Ну, я-то мухоморами точно никогда не соглазнюсь. У меня только подавай хорошее белое. И туда еще можно сходить. Будут белые лисички. Вот такие грибы хочу. Другие не хочу. Вот эти речка. Речка, речка, речка. И тут ручьи. Вот они вот так стекают, стекают, стекают. И сюда спадают. Все правильно сделано. Все, погуляла. Сейчас пойду домой. Сверобойчику чуть-чуть все сорвала. А там кто-то идет гулять тоже. Вот. Все. Все. Сверхи. Все пока. а Это снимаем для моего брата Саши, что я таки выбралась. Вот просто песенку мне такую смешную включил в машину припарковывать. Песенку мне включил смешную, надо будет ещё её послушать. По-моему, розенбаум, если я не ошибаюсь. Я, например, погуляла. Я по сапогине надела резервовой гардже, в кроссовках пошла. Зато палку взяла. Вот такая она толстая палка. У меня руки встают её обхватывать. Но тут ещё хорошо в лесу. Тенёчек благословенный, а там-то жарко. Там-то жарко. А у меня вода закончилась. В общем, не подготовилась. Всё так хотелось в лес, так хотелось в лес. Так спешила, что некогда было. Я от комара забыла. В общем, всё. Ну ничего, хорошо погулял. Часок где-то. Всё, иду поливать. Ой, хотела перевернуть. Что меня показывает? Красоту надо показывать. Ну, не получилось у меня. В общем, поэтому опять я в эфире. Ужасно пропустила звонок по работе. Там рекрутерша мне звонила. А сейчас шла, послушала сообщение. Надо же было ей перезвонить. Оказывается, срочно. Но уже шесть часов, уже поздно. Вот, ладно, завтра перезвоню. Я работу так ищу, видите? Ну, надоело мне искать работу. Так утомительно, господи, искать работу. Скорее бы уже её найти, эта работа. Не терять время на поиски работы. Вот, вот тут столько этого зверобоя. Но я уж собирать не буду. Потому что, во-первых, всё-таки дорога. А во-вторых, один я тут пыталась вырвать. А он с корнем. Придётся сейчас сажать на огороде. У меня там на даче есть два, на самом деле, зверобоя. Которых косит всё время муж. Но сейчас он ещё не косил. Надо их будет срезать. Ааа, вот. Красиво ведь. И тут мне нравятся колокольчики ещё. Маленькие такие колокольчики. Ну, пылевые. Вот. А ромашки тут есть. Я их нюхала, нюхала ромашки. Они не лечебные. У меня ромашки есть лечебные на огороде. Вот. А зато тут зверобоя много продырявленного. Или какого там. Вот аромашечки вот эти, да. Они не лекарственные. Ну, не пахнут совсем. Хотя травка такая мелкая вроде, да. Как у моих ромашек. Ну, не знаю почему-то они не пахнут. Мои ромашки ты дотронешься до них. Потрогаешь и уже пахнут. И полынь у меня там ещё в цветочнике. Я жду, когда она расцветёт. Я её хочу собрать тоже. Полынь. И это. Посушить. Ну, делать эти инфузионы. Чи-чи таким. Там, значит, можно полынь. Зверобой. Ромашку. Мята там у меня есть, по-моему. Это лимонная мята. Такая. Растёт. Пока муж не скосил. Надо собрать. Вот. Вот. Что-то ещё. Вот. Ну, ещё и я посадила разные лекарственные травы. Богород. Они, на самом деле, такие красивые. Надеюсь, они выживут. Потому что поздно. Тут тоже, на самом деле, полынь. Но её тут скосили. Всё скосили. А вот тут какая навозная куча. Видели? Как на ней хорошо сорняки растут. О, пресс какой. Портула. А вот там уже землю продали, наверное, эти агрокультурщики. Будут дома там строить. Вот, видите, тут виллы. Это всё новое для труда. Собирание. И сайт там объявления. Вот там. Что будет реконструкция. Ну, то есть строительство будет. Там они сначала же одобряют мэрии. Разрешение получает. А потом уже табло вот это ставят. И строят. А вот напротив вот эта гора Калины. Вот это вот, да. Это было у них. Ну, там погребали обходы. Да. Сейчас дещетрит называется. Вот это. Куда свозят все отходы разного вида. И утилизируют. Сейчас она в другом месте. Ну, и там всё культурно. Сейчас никто не погребает. Вот. А вот это. Её засыпали землёй. Их закопали. То есть туда внутрь. Вот. И землёй. И там и была вот раньше погребальная яма для отходов. Кадаля Турда Сальвани ещё была маленькая коммуна. То есть она стала очень большая коммуна. Ну, поскольку близко к лёну. Вот. Значит, это зверобой. Ну, и ромашки, которые не пахнут. Всё. На этом я с вами прощаюсь. Ещё, наверное, сниму мой гриб на участке, который похож очень на белый. И всё. Мне надо вообще идти спешить поливать. Всё. Пока-пока. Вот этот гриб. Ну, он, наверное, плохой. Да. Ну, похож на белый. В общем, потом посмотрю в своём справочнике. Просто у них есть плохой белый. Вот, по-моему, с таким рисунком как раз. Это плохой, несъедобный. Вот тут роз. Вот. Такая жара. всё. Сейчас пойду поливать. Ну, чё. У меня зато две тыквы есть. Остальные тыквы что-то ползут, ползут куда-то. А эта тыква у меня с прошлого года семена. Я собрала вот эти жучки, вот нехорошие, вот эти жучки. Вот вторая. А другие какие-то не... А, ещё на третью делать. Вот эти непонятности какие-то. Кабачки. Жианты. Жианты. Шалфей тоже гигантский. Российский. Подсолнце тоже жианты. Вот тыква. Она делает маленькие, а потом они что-то как-то не хотят завязываться. Вот они такие вытянутые маленькие. Тыковки. Да, и кабачки портятся. Их... Ой. Фу-фу-фу. Он гнилой. Из-за этих всех дождей. Фу-фу. Да. Фу-фу. 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 Короче, тыквы, вот они куда-то все ползут. Ползут вон туда, наверх. Тоже вот она маленькую тыковку сделала. Тыковку маленькую. Вот. Должна быть розовенькая. Такая вытянутая длинная тыковка. А, вот фейхуа. Это фейхуа. Ну ладно, все. Уж не буду я ничего показывать. Мне надо поливать. Поливать, 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 поливать. Все, 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 все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok